Всем привет! Сегодня буду делать видео по вашему запросу, о котором вы меня спрашивали не раз, и я решила, наконец-то, собраться с мыслями его сделать. А за окном сегодня у нас идет снег. Вы представляете, в Израиле пошел снег. Ну, то есть, не в Израиле, ну, как бы в Израиле, только на севере Израиля идет снег. Сегодня абсолютно было все заснежено. Я вам оставлю фотку, которую я оставила вам в Инстаграм. И также я делаю сегодня влог на самом влоговом канале, поэтому я надеюсь, он уже будет онлайн, когда я поставлю это видео. Если нет, то периодически проверяйте. Может быть, я уже загрузила этот влог и посмотрите, что такое снег в Израиле. Потому что я, конечно, там, где я живу, я уже привыкла к снегу. На самом деле, у нас он периодически идет каждый год, но в Израиле снег это круто. Честно. Сегодня я хочу вам рассказать про то, как я делаю свою основу, тон, то бишь, моя тональная рутина, если так это можно правильно сказать. Наверное, начну я с того, чтобы рассказать, с какого типа у меня кожи. Типа у меня кожи, в принципе, у меня кожа абсолютно комбинированная кожа. У меня Т-зона жирная, и щеки нормальные, сухости у меня, в принципе, на лице нету. Но у меня бывают такие моменты, когда всякие переходные сезоны, что у меня есть разные-разные пятнушки, такие сухие. Хотя давным-давно уже этого не было, если честно. Оно у меня больше стало более такая, более нормально жирная. Как-то так, да? Как-то примерно так, здесь нормально, тут жирно, в общем, нормально жирно, комбинированное. Короче. Я люблю тональные средства, которые не особо мотируют. И, во-первых, я люблю тональные средства, у которых абсолютно минимальное покрытие, только для того, чтобы они выравнивали тон. И также я люблю тональные средства, которые все-таки более натуральные. Это значит, чтобы они не особо мотировали. Даже, может быть, чтобы они немножко были с таким, как бы, такие немного влажные тональные средства, с таким влажным эффектом. Потому что мотировать, как бы, всегда можно припудрить. И кожа становится то более мотированной. И вообще, со временем я поняла, что все тональные средства, которые рассчитаны на то, чтобы мотировать кожу, они на мне ездят. Когда я говорю, кстати, вам, что они на мне ездят, между прочим, на мне минеральная косметика тоже ездит, минеральные средства, как пудра, тональное средство от Bare Minerals, она на мне тоже ездит. Когда я вам говорю, что ездит, это значит, что, например, я наношу, и через пару часов я вижу, что у меня прямо, знаете, такие, как бы, такие полосочки тональника, в общем, в разных местах, особенно на лбу, это очень четко видно, прям такие полосочки становятся. И неважно, если заранее я, не знаю, наношу базу или пшикаю вот этим средством Mac Fix Plus, что он должен, как бы, закончить макияж, или можно до этого напшикать для того, чтобы он держал крепче макияж. Мне это ничего не помогает, лицо у меня все равно жирное, то есть, именно лоб, и все начинает ездить. Кстати, я обратила внимание, что это очень зависит от того дневного крема, который мне пользуюсь. И есть дневные крема, которые на мне более хорошо впитываются, и есть такие, которые менее хорошо впитываются, которые менее хорошо впитываются, они в дальнейшем создают вот этот эффект, этой пленки, вот этого жирного лба. Вот. Короче, как же я, что же я делаю каждый день? Во-первых, перед тем, я наношу, например, как я пользуюсь, короче, каждый день? Каждый день, значит, я наношу, в общем, умываюсь, наношу свой крем, даю ему впитаться. После того, как я ему дала впитаться примерно минут 15, я беру вот такие вот салфетки, самые обыкновенные, которые впитывают весь лишний жир, и одной салфеткой очень-очень хорошо промакиваю лицо. После того, как я это сделала, это я делаю просто каждый день, перед тем, как я наношу любое тональное средство, для меня это маст. Я знаю, что еще многие наносят пудру, для того, чтобы все держалось намного легче, перед тем, как наносят тональник, я этого не делаю. Но сейчас я вот пользуюсь вот такой вот базой под макияж от Биодерма, это Себиум Пор Рефайнер. Он как бы рассчитан на то, чтобы уменьшать ваши поры, чтобы поры были более медленные. Насколько я знаю, здесь, в Биодерме, поскольку это аптечная косметика, нету никаких силиконов, но не ловите меня на слово, я могу ошибаться, потому что я не помню. Я ее купила по совету Ютуба, в особенности одной очень знаменитой визажистки Лиза... Я не помню сейчас фамилию ее. В общем, у меня есть тоже канал на Ютубе, я вам оставлю ссылку просто на ее канал. Она очень-очень его как бы любит и всегда советует, я тоже его очень люблю. Он действительно срабатывает в плане пор очень хорошо, он хорошо маскирует поры. Единственное, что она не матирует вашу кожу, но абсолютно не похожа на те базы под макияж, которые на силиконовой основе, что они, может быть, каким-то образом маскируют поры и также матируют кожу. Это средство вообще никаким образом не матирует кожу. Но вместе с тем оно и ничего не забивает, то есть оно уменьшает поры, но не забивает ваше лицо. То есть у вас после него, у меня, в принципе, после него не появляются никакие там ни раздражения, ни прыщики, ничего тому подобное. Я, в принципе, пользуюсь этим средством на каждодневной основе. Я его наношу немножко сюда, немножко вот сюда и немножко сюда. На каждодневной основе на данный момент я пользуюсь вот таким вот средством от Clorance. Это их Compact Foundation. У меня в номере 107, но этот номер больше не производят, поэтому я бы, наверное, сейчас брала в номере 108 Cent. Этот номер вышел из производства. Вот оно у меня, вы можете видеть, уже, в принципе, хорошо, очень сильно поиспользовано, большая дырка. Я довольна этим средством. Меня пару-пару раз спрашивали, что у меня за средство на лице, когда я снимала видео. Очень часто я пользуюсь именно им, и сегодня оно тоже на моем лице. У него покрытие минимальное, но если вы пользуетесь вот этим вот спонжиком, как я пользуюсь, то можно сделать среднее покрытие, то есть его можно наслаивать, оно очень-очень хорошо маскирует. Мне очень-очень нравится. Я хочу следующее средство, когда вот это закончится, оно очень скоро закончится, попробовать от Clinique, потому что мне посоветовали, сказали, что он тоже замечательный. Но, в принципе, для меня вот такие вот тональные основы, которые идут в виде пудры не минеральной, рассыпчатой, а вот в таком прессованном виде, они очень-очень хорошие на каждый день. И, в принципе, как бы для меня это идеальный продукт, и я очень-очень довольна. В общем, это мое средство. Пудру я его никогда не закрепляю, поскольку он само по себе уже средство, которое на основе пудры. Вот, единственное, что летом иногда я меняю основу под это средство, то есть не основу, а базу под это средство. Я пользуюсь вот такой вот базой от Clorance. Она уже идет Beauty Flash Balm. Если честно, оно, можно его как пользоваться, и как маску его можно пользовать, и наносить его под макияж, как базу. В общем, это такое средство, что сначала я его не поняла и не любила. И у меня был другой тюбик, который просто мне откуда-то попался в какой-то коробочке, или, может, где-то мне его дали. Я его просто хотела, как говорится, тупо закончить. Когда я начала заканчивать, оно мне безумно-безумно, это средство понравилось. И я себе купила целую версию, то есть большой продукт. И я его очень-очень люблю. Оно делает именно все, что вот оно говорит, то оно и делает. Оно как бы высветляет и дает лицу более такой холенности, такой свежести, но оно делает более такой, все же, макроватенький эффект. И иногда вот с тем средством сухим, в более сухую и теплую погоду, вот эта вот база идет идеально. Ну, лично на мне. Я вообще вам сказала, что я люблю более такие мокренькие эффекты, нежели матовые, несмотря на то, что кожа у меня комбинированная. И даже в некоторые моменты она у меня более жирная, нежели комбинированная. К поводу этого средства еще хочу сказать, что если вы его не наносите спонжиком, то можно его наносить вот такой вот слайд кабуки кистью. С слайд кабуки она будет давать менее покрытия, нежели со спонжиком. Со спонжиком она дает более покрытия, с этим она будет совсем давать такое, как бы конкретно просто выравнивать тон вашего лица. И все. То есть с кистью она намного выглядит еще более легче, нежели с спонжиком. Еще хочу сказать, что когда я его пробовала в магазине, я его пробовала с Соней, со своей подписчицей, подругой. И мы обратили внимание, что когда мы пробовали его в магазине, оно нам показалось ужасно кейки такое, что оно выглядело, прям выделяло каждую маленькую пору на лице, но на чистое лицо оно выглядит совсем по-другому, оно очень хорошо положится, и со временем оно выглядит все более и более естественно. И второй жидкий тональник, которым я пользуюсь, это вот такой вот тональник от Шанель Виттолюмьер. Хочу сразу сказать, что тональники Шанель, я их выбирала в магазине, то есть я пришла в Корнер Шанель и попросила выбрать себе тональник. Она на мне перепробовала за один день 5 разных тональников из 5 разных серий, и это был единственный, который мне подошел, и который мне понравился, как лежит на моем лице. Сначала он ложится немножко сероватеньким таким, но потом он подстраивается под ваше лицо. Он у меня из PF15, тоже более такой мокренький, его я очень люблю пользоваться летом, потому что у него очень-очень-очень и супер-супер легкое покрытие, оно действительно просто вот как-то на самый минимум выравнивает лицо. Вообще этот супер-супер-супер легкий тональник, и наслаивать его, сколько бы я ни пыталась, он не особо наслаивается, поэтому я ему очень-очень люблю пользоваться летом, и то, что он немного мокренький, меня как бы это не особо смущает. Я просто беру прозрачную белую пудру, вот такую вот у меня вот такая вот от Tarte, и сверху наношу ее. Летом вот этой пудрой очень люблю пользоваться. Знаете, она вот такая вот просто белая, абсолютно как мука. И она как бы, ее почти не видно на лице, она очень хорошо-то как бы дает как бы такой шлейф. Она типа матирует, но она вообще не матирует, она как работает, как вот эти вот салфетки, как бы убирает лишний блеск, лишний жир, что ли. В общем, вот эту пудру я очень-очень люблю пользоваться ей летом. А тональник этот, кстати, я наношу вот этими двумя кистями, или кистью от Real Techniques, это что-то у нас, Expert Face Brush, или вот эта вот кисть от ZOEVA, что это Silk Finish. Ну и в принципе обыкновенные кисти кабуки. Круглые обыкновенные кисти, ничего особенного. На данный момент это такие два тональных средства, которыми я пользуюсь, которые я периодически чередую. Шанель я тоже иногда зимой пользую, но больше я как-то люблю его использовать летом, потому что он намного-намного легче. Я не знаю, как-то летом, несмотря на то, что у нас в Израиле очень влажно, мне все равно хочется какой-то влаги на своем лице, и не знаю, как-то вот этот тональник сел на мне летом хорошо. Теперь, два консилера, которые я использую на своем лице. Вот этот вот NARS Creamy Concealer я использую для замазывания разных неровностей, прыщиков и тому подобное. Под глаза я им не пользуюсь, для меня он тяжеловат под глаза. У меня в самом светлом номере, но это не мой номер, но и поскольку я замазываю им прыщики, то это не так страшно, потому что сверху я наношу, а я сверху наношу вот это вот, все свои тональники, и тогда как-то это, я знаю, что консилер наносится сверху тональника, но из-за того, что цвет мне его не подходит, то я его наношу под тональник, и он выглядит замечательно. Мой цвет это ванила, как и большинство цветотипа моего девушек, но ванила он постоянно-постоянно распродан, и его вообще отловить почти нереально. Поэтому я купила самый светлый, и он очень светлый, я не очень советую покупать такой светлый, мне с ним иногда тяжко работать, и я очень светлая, то есть он супер-супер светлый, он прямо для таких прозрачных девочек. И под глаза у меня туши Cloud Tif Samoan, я вам сто раз про него рассказывала, у меня в самом первом цвете, номер один, если не ошибаюсь, которая оригинальная формула, то есть оригинальный цвет, он такой розовенький, он в принципе подходит тем, там у них еще есть миллион разных оттенков других, а я им пользуюсь не каждый день, периодически пользуюсь, периодически нет, потому что я из тех, которые наносят тональное средство и под глазами, не знаю, плохо, не хорошо, но поскольку я в очках, как-то я особо не заморачиваюсь в плане этого, в плане этого, что наносить, что не носить, но это периодически пользуюсь, когда у меня очень-очень устало лицо, или когда я очень пересплю всю ночь в подушку и в лицо, я очень люблю спать на животе, очень часто я сплю прям в подушку, вот так вот лицо, тогда утром я посыпаюсь, и у меня лицо выглядит как подушка, Вот, но тогда я пользуюсь вот этой штучкой, а так нет. И последненько, быстренько, что я вам расскажу, 4 пудры мои самые любимые, которыми я пользуюсь. Вообще, я очень уважаю пудры Chanel, я уже про это вам рассказывала не раз, и есть вещи у Chanel, которые я люблю, есть вещи у Chanel, которые я не люблю, но вот конкретно пудры, я вообще свое знакомство с Chanel начала, кстати, с пудр, с тонального средства, с этого и с пудр, и мне очень-очень понравились, но так же, как и тональные средства пудры, я люблю абсолютно-абсолютно нежные, мелкие, легкие, чтобы они только делали какую-то определенную вуаль, может быть, немножко где-то посвечивали, и ничего больше, я не люблю плотные пудры, я не люблю большой слой пудры, я люблю, чтобы мое лицо было здоровым, и для этого я его лечу, и пользуюсь какими-то лечебными средствами, а не килограммом косметики, несмотря на сколько оно у меня проблематичное. Значит, на все виды, на все сезоны года я пользуюсь вот такой вот большой пудр от Chanel. Обыкновенная их, в общем, она стандартная у них, пудра рассыпчатая, у меня в цвете 20, Claire, да, вот обыкновенная рассыпушка, и также у меня для сумочки есть точно такая же, только она идет уже компактная. Что-то я на нее, по-моему, села, и что-то у меня здесь отвалилось, ну, конечно, молодец, гада, Чего же на пудру не сесть? Места же нету? Вот. Вот такая вот компактная, они, по-моему, тоже цвет, да, тоже цвет 20, в общем, это идентичный продукт, это компактная, это рассыпушка, рассыпушка днома компактной собой, ничего тут особенного. И также у меня есть серия La Beige, тоже многие про нее слышали, что говорят, что она по типу компактных метеоритов, что она тоже такая светлая пудра, которая как бы подсвечивает ваше лицо, дает ему холенность. В общем, я ее тоже пользую как обыкновенную пудру, когда беру с собой, иногда зимой, когда хочется более живности лицу. Я вообще, знаете, все хайлайтеры и все, что дает такой более активный перелив, пользуюсь зимой, в такое сухое время или в темное время года. В общем, я больше ее как бы зимой с собой таскаю и пользуюсь ей. А очень мне нравится. Только единственное, что упаковка у меня уже почти развалилась. Я даже не знаю, чего она развалилась, если честно, так что минус Шанель. Она у меня ни разу не падала и всегда лежит очень спокойно. Не знаю, чего развалилась, в общем, но это минус Шанель. И последнее, что у меня есть, это метеориты обыкновенные в шариках у меня из обыкновенной серии в номере 02 Taint Beige. В общем, не знаю, что вам сказать, вы все про метеориты слышали. На самом деле сейчас вот то время года, когда я их активно пользую. Все, неважно, даже иногда мне хочется их вместо хайлайтера как-то так немножко нанести, чтобы посвечивание не давало. Но, в принципе, это такой продукт побаловаться, да. Я не считаю, что это какая-то пудра, которая нужна всеми. Я не считаю, что она делает какой-то что-то очень активное. Периодически я пользуюсь, периодически я не пользуюсь. Ее старую версию в таких картоновых коробочках. У меня была такая розовая картоновая коробочка. У меня был в номере 01, он такой более розовый цвет был. Мне нравилось намного больше. Была намного более активная пудра и более маскировала что-то. И долго держалась. Эта версия мне нравится менее, она менее удачная, на мой взгляд. Но та пудра у меня продержалась 7 лет, я ее выкинула. Я не коллекционирую косметику. Я подумала, что после 7 лет ее пора выкинуть. Так что этим я сейчас удовольствием пользуюсь. Я пользуюсь вот так, я их трясу. После того, как это стрясла, там есть эта пудрица. И вот эту пудрицу я не пудру, а пудрицу. А пудру эту наношу на лицо, и оно дает такой пересвет, шлейф. На камере, кстати, это классно выглядит иногда. Это дает такую холеность. На его это, ну если честно, когда у кого жирное лицо, потом этот перелив этой пудры с жирным лицом немного сливается. И там уже не понять, что там происходит. Поэтому это такой продукт, побаловаться. Но если честно, в Израиле он не особо дорогой продукт. Поэтому, а я помню, что я его купила на какой-то очень-очень выгодной скидке. Я еще подумала, ого, так недорого стоит, надо купить. Вот, поэтому. Ну и все, в принципе, это все, что я пользуюсь для своего лица. Ничего тут сверхъестественного, ничего тут много нету. Было у меня пару других тональников, но я от них избавилась. Вы знаете, я не очень сильно люблю, когда у меня много каких-то, много вещей для, вообще много чего-то. Потому что я тогда теряюсь, я тогда не знаю, чем пользоваться. И тогда как бы я постараюсь пользоваться всем. Но и мне то ли все нравится, то ли все не нравится. В общем, меня это путает. Поэтому я как-то более придерживаюсь меньше продуктов. Закончил, купил новое. В общем, как-то так. Я знаю, что это может звучать банально, но я чувствую, что для меня это намного правильнее. Вот, как я вам сказала, сейчас, как у Лоран с моей вот эта штука закончится, я хочу попробовать от клини. Ну что ж, я надеюсь, вам было интересно. Я не знаю, что у нас там происходит на улице. У нас окна все дико-дико потеют. Из-за того, что на улице холла, в доме тепло. Вот, поэтому непонятно, что там происходит. Но, надеюсь, снежок не остановился. Потому что я еще сегодня толком не сняла влог. Уже безумно темно становится. Хотя всего 3 часа дня. Все, хватит болтовни. На сегодняшний день все. Увидимся очень скоро. Пока. Всем привет и добро пожаловать в 2015 год. Я думаю, что уже 2015 год, потому что, по моим расчетам, это видео должно быть уже в новом году. С Новым годом, ребята. Всех-всех-всех поздравляю. С Новым годом.